Ну и как, видать? Да, видно, отлично. Давайте, я слушаю вас. Игнат Тихонович, для начала... Как у вас все записывается, выставляется в интернет, вы не против? Нет, не против, я только за двумя... Я слушаю, пожалуйста. Игнат Тихонович, для начала хотел поблагодарить вас за прекрасные труды, что вы делаете. Вы делаете неоценимую работу и огромный труд и вклад для всех людей, тех, кто уверует в Господа Иисуса Христа. Я бы не узнал многое, если бы не увидел ваш канал и ваши труды. Благодарю вас, Игнат Тихонович, за все. Благодарю. Спасибо, Христос. Игнат Тихонович, я хотел лично перед вами попросить прощения за надоедливость и за то, что отправлял вас часто видео, отвлекал вас от нужной работы. Извините меня, пожалуйста, я очень виноват перед вами. Простите меня. Да ну, было бы еще, это все мимо идет. Я же молюсь все время. А раз я молюсь, я Бога славлю за все. Вот сейчас Синицкий выступил, четвертый ролик поставил, и там я с прокурором края стою. Он городе что попало, ему очень трудно, за него надо молиться. Он тяжело больной человек, он только судит, а у него ничего нету. У него нет ничего, он ни с кем, он один сидит. А если меня он берет, я им советую, еще 50 роликов обо мне можете поставить. Потому что у меня 14 тысяч 150 роликов. Тысяч. Да еще сайдопорум. Это, Игнат Тихонович, я вот тут себе в Москве купил аналой для молитв, вот, деревянный. В этом, по-моему, как он называется, вот, Почаевская вавра вроде называется этот храм. За 2000 купил. Такой красивый аналой, деревянный, раскладной. Я на нем Евангелие вот читаю. Понятно. Вот, вопросы хотел задать. Давайте, я слушаю вас. Вопросы, что есть дружба с миром. Как понять этот вопрос? Это, что такое вообще эта дружба с миром? Можете мне объяснить? Потому что многие батюшки, ну вот, я прихожу исповедоваться, спрашиваю, задаю вопрос, они мне говорят, вы пришли исповедоваться или вопросы задавать? И тут у меня сразу отпадает, ну ладно, исповедуюсь, свечку поставлю за следующего раза, все. Нет, он должен на исповеди как раз и ответить вам кратко. Иначе вы не знаете, то ли в этом вопросе виноваты, то ли не виноваты. А почему он так отвечает? Потому что не любят народ. Потому что все поставлено в торговлю, на мамону. Это я заметил, да. Вот это вот треба, треба, треба. Да, да, я вам отвечаю. Вот у нас две общины, у нас вообще с тарелкой не ходят, ни за что деньги не берутся, свечи батюшка ставит сколько надо. Вложили, на пасеки воск купили, сделали. Тут можно навести порядок. Вы видели наши богослужения какие? Да, да, да. Так вот, кто любит мир, мирское, в том нет любви отчий, а любовь на первом месте. Дальше Яков пишет, 4 глава, 4 стих. Прелюбодеи, прелюбодеица. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Ну, если, допустим, жена неверная, как определить верная и неверная? Ну, как неверная-то, она что делает-то? Дружба с миром – это прелюбодеяние, духовная проституция. И мир – то, что временное, то, что Бога не прославляет. Это называется миром. Вот мир любит, чтобы все бритые были. Любит, чтобы крашеные были. Крашеные. Я говорю, что они любят. Мы не должны это делать. Мы должны этого бояться. Они любят пустословить, насмехаться, анекдоты рассказывать. Нам это не годится. Они любят, если можно где-то что-то стащить, бесплатно проехать. Нам это не годится. Вот это не любить и мира, и не того, что в мире. А есть божественное. Я должен все время молиться и спрашивать, а как Господь? Как Он это воспримет? Угодно ли моему Господу? То есть я все время настража своей души. А мир этого не знает. Они все время ищут выгоду, чтобы здесь у него было легко, светло и тепло. А мы ищем справедливости на первом месте. А сейчас тут бабушка любая. У них простой лозунг. Ешь больше – спи дольше. Все. И внучек такой растет. Вот открыл Евангелие от Матфея, глава пятая. А я говорю вам, кто разведется с женой своей, кроме вины и любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенном, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано, древний, не приступай к клятву, но исполняй пред Господом клятвы твои. Левита 19, 12, 2-23, 21. А я вам говорю вам, не клянись вовсе, не небом, потому что оно престол Божий, не землю ее, потому что она подножья Нокигов. Не Иерусалиму, потому что он город великого царя. Вот. Тут все понятно. Не клянись и все. А только да, да, сказал да, обдумает да. А потом да, твердо я сказал, я выполню. Если нет, значит, пусть меня не зовут. А вот у нас сейчас праздник, то другой. Сейчас великий пост будет через две недели. Да, готовиться надо. Вот две недели еще. Через две недели начнется пост. Сейчас сплошная неделя идет. Сейчас будет пестро, а потом масленица. А вот в среду и пятницу я держу строго пост. И еще надо, вот в субботу дополняю, тоже пост держу, чтобы исповедоваться. В субботу поста нет. Тут только одна суббота перед Пасхой. Одна единственная суббота в году постная. Но я себя так мытарю, то бишь, я держу себя в кураке, как бы вам объяснить. То бишь, чтобы мы с лишней не приходили в голову. Я могу вам скинуть материал о посте. Вот сейчас поговорим, как я скину. Там из моей книги «Кристину православию». Там все написано, все дни. Но это очень большой материал. Я книгу готовил, 40 лет почти готовил. Все выбрано. Что святые говорили отцы. Жития святых. Каноны. И сама Библия на первом месте. Понятно. У меня вот летом, друзья были, они, как вам объяснить, они в игры играют, матерятся, курят. Я как-то не придавал этому раньше значения. После того, как я начал изучать Библию, Слово Божие, они как-то эти друзья отступили. И они мне сказали, что, мол, зачем ты ходишь в храм, исповедуешься, читаешь Библию, тебе друзей не хватает. Я после этого как-то в замешательстве был. Время, смешно даже. Мне ничего себе. Да, даже мне мусульманин сказал, Мустафа, вот с Чечни, вот с ним в контакте, вот у меня он добавлен, друзья, говорит, такие друзья тебе не нужны явно, они тебя на дно тянут. Да. И я с друзьями этими просто добавил их в бан, забанил, и больше с ними не общаюсь. И как бы Господь отвел меня от них, потому что они действительно одно тянут. Матерятся, курят, обсуждают женщин, играют. Я ему говорю, ты вот каждый день играешь, куришь, ты этот день не вспомнишь. А на суде страшном, вот это, каждый будет записано. Там идется видеосъемка, и каждый день с тебя спросят, что ты делал. За каждую запятую Господь спросит. Вот. Вы знаете, как-то друзья отселись, я вот как один дома, вот как домашний что ли, вот не гуляю вообще, вот я вот честно скажу вам, ни разу женщины не был. Я вот такой, я всегда боялся, почему этого. Мне вот как-то и голос сверху говорит, попробуй только вот пойти там к женщине или что-то, я тебя сильно накажу за это. У меня постоянно вот этот голос, я всего этого очень боюсь, Игнатий Тихонович, я просто вот, у меня аж трясти начинает, если вот, ну, богобоязненность, богобоязненность и... Это великое качество, это Божий дар. Начало мудрости, страх Господень. Притча 1.7. Я правильно все делаю, получается, да? Ну, в данном случае, да. Вот хорошо, во дворе какой-то костерок разводил что-то, готовить, Эфим Серенза. А его эта женщина-то, путана, увидела в окно и... Тебе, может, что-нибудь не хватает, он говорит, кирпича и песку не хватает заложить тебя там, чтобы в окно не выглядывало. А вы знаете, вот даже в храме, вот, куда вот хожусь, повезу причащаться, архистратика Божия Михаила у нас храм, там женщины, вот бабушки, которые ходят, свечки ставят, тушат, а вот там... А вот там сестра, она не замужем, а вот эта вот сестра, она научит тебя на Кавакова, звонит, подойди к ней, этот, познакомься с ней, и оно, как бы, знаете, искушение приходит. Одна сестра подошла и меня за руку взяла. Ей как по рукам дал, вот, она отошла, а потом мне говорит на исповеди, а зачем ты ей по руке дал? Она так целомудрена, я говорю, нет, я не позволю, чтобы в храме такой разрад был, я этого вообще не переношу. Я это люто ненавижу просто. Вот вчера мне бабушка подарила, ну, она как бы все-таки видит, что мирские праздники, она подарила мне, ну, она при храме помогает, подарила мне варенье и чай монастырский, ну, попить чай. И вот я вам вчера звонил и хотел вот спроситься это, Игнать Тихонович, стоит ли принимать такие, как бы, ну, подарки, как бы, и стоит ли их и вкушать от чужих людей или раздать их? Как вы мне вот посоветуете в данном случае? В данном случае нуждаетесь вы или нет? Вопрос-то. Она дает, может быть, такое в ней желание потом есть. А если у тебя есть варенье, куда оно тебе, зачем нужно-то? Ты скажи, вон, подай тому, у кого нету, а я, чтобы в деревне. Ну, а если не так, то передать кому-то. А зачем я посредником буду? Подавать на твою пользу никакой нет. Я его не собирал ягоду, не варил варенье. Так сделай, чтобы не обидно было. Просто, чтобы это на халяву не было. У меня на занятии было, я в университете занятия вел, ну, и промежуток тут бывает после первого часа и 10 минут-то. И первый раз пришла к нам на занятие еврейка. И сует мне пирожки. Я говорю, ты у меня, что ли, я тебя даже собакам не возьму. Я тебя знать не знаю, и на, возьми пирожки, как Григория Ефимовича Распутина травить будете. Да вы что за мне так думаете? Да не думай, ты сама наставляешь на это. Что, голодный какой стою. У нас все есть. Мы в милостыне не нуждаемся. А это, я вот, мы последний раз с вами ввели диалог в 2018 году в мае. Дело в том, что после того, как мы с вами провели диалог, через два дня, мне почему-то резко плохо стало. Именно, знаете как, резко почему-то поднялось давление. У меня дома тонометр есть, я замерил, у меня мама купила его. 180, дрожь в ногах, резкий страх смерти появился. И метание по комнате. Вот, я этот, позвонил маме, она этот, вызвала машину, мы поехали в больницу. Ну, и это продолжалось в течение вот где-то трех месяцев. Оно, приступы какие-то резкие начались непонятные. И врачи руками разводят, говорят, мы не знаем, что с тобой. Мы голову у тебя проверили, сердце проверили. У меня, кстати, на этом нашли порог сердца, права с метрального клапана, передние створки нашли. Мы все проверили, живут, все проверили. Мы не знаем, что с тобой происходит. Я уже, знаете, как-то вот так вот побоялся. Вот, ну, умру так и умру этот. Ну, 30 лет, ну ладно. Пожил свой я и пожил. И люди раньше умирали. В утробной матери. И уже смирился как-то. Но, скажу честно... Вес какой у вас? Вес сколько килограмм? Я похудел на тихни. Я сбросил, как вы мне тогда сказали. Нет, сколько у вас? Я вам сейчас скажу, сколько килограмм? Я не взвешиваю. Надо взвесить чисто. А рост какой? Рост какой? 178. 178. У вас должен быть вес не больше, как 73 килограмма. Это, как батюшка сказал, идеальное телосложение в Равославе это... Ну, аскет это скелет. То бишь, высохшее. Да. Самое идеальное. Еще помолимся. Благослови Господи. Спаси и помоги. Знаете, Игнатий Ильич, умирать очень страшно. Поверьте мне. Оно... Чувство такое, что тело тебя покидает. Силу ходит. Взгляд этот... Размытые люди что-то говорят. Я не понимаю. Вот они мне таблетки суют. Я тут... Вот голова кружится. Какие-то обморки начались. Как, знаете, вот... Кого-то вот действительно сейчас уже вот все, умираю. Я обещал Господу Богу. Я дал троекратное обещание на коленях в горах у бабушки в Грузии, что я никогда не буду... Я не курил, не пью. Вот. И никогда не женюсь. Никогда. Я не познаю женщину. Я буду только тебе, Господи, служить. Буду читать Библию, Евангелие. Никогда я не женюсь. У меня никогда не будет детей. Это я даю слово тебе. Я умру в чистоте той, которая сейчас у меня есть. Не познавши женщину. И как-то мне открылось вот это обещание. Ну смотри, ты обещал. А мне архиерей, батюшка, говорит, он исповедует нас. Говорит, ну ты не спеши давать обещания. Я говорю, но если до 30 лет не успелась там жениться, развестись вот это, то почему не дать бы обещания этот? Ведь смысл жизни не в том, чтобы там напротив спиногрызов, там, детей. Ну, жена у тебя завтра умрет, дети умрут, ну и что? И ты познаешь скорбь и будешь вот это вот плакать днем и ночью. А вот вопрос еще хотел задать. Мучения и издевательства людей. То бишь я работал с безбожниками в одной компании. Они там матерились, курили. Они меня как бы сподвигли уволиться за то, что я не понимал, как работает там определенное устройство. Я крутил задвижки нефть и газ добывал для нашей страны практически за бесплатно. Вот. Они получали зарплату 100 тысяч рублей, а я получал 20 тысяч рублей. Вот. И при этом в Евангелии упоминается, что... Я вот не помню, какая глава, что ты дал им больше, а ты дал им 2 динария, а ты мне дал 1 динарий. Будьте здоровы, Игнастик Нэти. Спасибо, Христос. Да вот есть такое тоже у Агея там где-то, кажется. Он говорит, что приходили к копне, думали, что там центр, а там, говорит, только килограмм. Ага. Так. Ну, этот вопрос мне понятен, в принципе. Вот. Ну, в итоге я уволился, и, ну, как-то Господь отвел от них, и в городе я их встречаю, они, знаете как, они то ли чувствуют свою, как бы, вину. Ну, ну, я трудился, как бы, не покадая рук, то бишь, молчал, терпел, и все, как бы, издевательства претерпевал, то бишь, они, как бы, знали то, что у меня не работает папа и мама в Газпроме, а у них работает папа и мама в Газпроме. И они, ну, как бы, не хвастались, а меня спросили, у тебя здесь работает этот родитель? Я говорю, нет. Значит, ты здесь недолго протянешь, мы тебя отсюда спихнем и выкинем. Вот, потому что здесь работает только по знакомству. И самое интересное, что прошло несколько лет этих людей выкидывать с работы, вот, я молился о том, чтобы Господь управил этим людям. Вот, и сейчас они будут искать работу где-то в Якутии, там будет бывать какой-то сланцевый Газ, там, вот, и здесь им не будет легко, то бишь, они здесь не нужно будет их вышвырнуть отсюда. Я на них зла не держу, я их простил. На исповедю батюшке я покаялся, что их простил. Вот. А если вы забываете, вот, что, допустим, какой порядок на работе, там, какие задвижки делают, а вы запишите на бумаге крупно-то и раз по бумажке сделаете. А дело в том, что дело до того, что, ну, у меня памяти не было, я забывал элементарные вещи. Сейчас только мне вот память вернулась, хотя я не курил, не пил, никогда наркотики в руки не брал. Дело дошло до рукоприкваса, то бишь, меня там били, вот. А потом как-то перес, этот, ну, то в спину ударят, то в живот ударят, не знаю, с чем это связано было. Я терпел и ничего не говорил. А теперь эти люди, у нас город-то маленький, город 120 тысяч, эти люди идут тут навстречу, а нож-то маленький город, и они видят, как бы голову отворачивают вот так вот, и, ну, видят, что дела их обличают, их. То бишь, им стыдно, что они когда-то руку прикладывали на меня и не знают, что сказать. Но я молюсь, чтобы Господь их не стер в порошок, понимаете, Геннадий Тихонович, чтобы Господь их не убил. Ну, у них все-таки, ну, как дети, ну, жалко их. У них никакой защиты нет, потому что они не веруют, они безбожники. Я ни разу в храме их не видел. Город-то маленький, храм-то один у нас большой, кирпичный. И ни разу их в храме ни на Пасху, ни на Рождество, я не видел ни одну службу. Вот так вот. Ну, ладно, вот следующий вопрос. Вот батюшка вот стоит, аутарь открыт, и кадилом машет, и поет величаем. Что это означает? Величаем. Что он означает? Это Богородицу означает величаем ее, как прислодеву Марию, что ее будут ублажать все народы, она достойна чести, она сделалась Матерью Иисуса. Как говорят, чрево ее шире небес. Такое есть выражение. Величаем тебя, это наша особая любовь к Божьей Матери. Сектанты это не поют, потому что они ее не чтут. А мы православные, мы чтим ее. Считаем молитву Богородица, Дева, радуйся. Достойно есть такого истинного молитвы. Вот о величании ее. И счастнейшую, и урывим, когда говорят, это все о Божьей Матери. Бесловнейшие, Серачью, я помню. Так, понятно, разобрали вопрос. Вопрос еще. Я очень не люблю здороваться с людьми за руку. То есть вот эти всякие приветствия, мне очень это не нравится. Так и не подавайте руку. Дело в том, что люди тянут руку, но вот здесь не подашь руку, они как бы, знаете, ну не агрессируют, а с такой пренебрежительностью, с таким вот презрением смотрят на человека. Они не понимают, что я христианин. Вопрос снимается проще всего. Не здоровиться, скажи, я христианин, у нас это не принято. Все. Здоровиться, отошел, здравствуйте, или сказал, добрый день. Руку не подавай, не надо будет даже повторять, чтобы меня судить, кого зря. Это, Игнат Тихонович, вот на страшном суде, можете рассказать, как он вообще будет? И вот как он, то бишь там, мне как объяснял батюшка, говорил, что в первых рядах будут стоять там судьи, потом пожарники, потом врачи, потом полицейские, потом миряне, потом батюшки. Ну, как-то вот так вот, то бишь 40 дней за каждое слово будет спрашивать человека, вот так вот, да? 40 дней, это мытарство, блуда, что было, прости господи. Отдельно мытарство, гнева, пьянство, а не то, что там еще милиционер сказал. Ясно. Это, хотел посоветовать вам посмотреть фильмы, очень интересные, именно там тоже затрагивается Вера, вот, если этот, можете, или, ну, запомните, запишите, пожалуйста, эти фильмы очень мне понравились, они не плудные, они очень хорошие, вот, а вы потом как... Как он называется? Там несколько фильмов, первый фильм называется «Прах Анджелы». Не пойму никак. Называется «Прах Анджелы». По буквам назовите «П» первое, потом «Рэ». Да, «П», «Р», «А», «Х», «Анджелы». Прахом. «Прах Анджелы», «Прах». 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 Ну, ладно, «Прах понял», а дальше нет. Тут у меня... Нет, «Анджела», «Анджела». «Анджела»? Да, «Прах Анджелы». А-а-а-а, вот что. Вот. Ну, ладно. Я бы... Там католики молились, этот... Ну, в нищете люди жили, перебивались по Англии, и молились, этот, как... Ну, дети молились, чтобы... Ну, ладно, понял, тут хорошо слышно, вы говорите, рядом микрофон. Да, мне надо купить Такой микрофон, как у вас Наушники Следующий фильм Называется «Парфюмер» Парфюмер? Да, да, да Ну ладно Так И фильм называется «Побег из гурага» Больше-то я не буду Мне некогда смотреть Я совершенно занятый Много отвечать приходится, печатать Идти вот сейчас книги отправлять надо А тем более по хозяйству тут У меня уже второй день в Володе нету А Никита хочет вернуться, Игнать Тихонович? Нет, он не пишет, ничего не говорит, не знаем Но он выходит на занятия Когда у нас по скайпу идут занятия, он приходит Ну ладно Игнать Тихонович, а скажите Вот у нас Евангелие вот такое Стоит 220 рублей Я, конечно, не очень люблю халяву Потому что за халяву придется отвечать Можно как-нибудь, ну, подешевле купить Потому что меня что-то сподвигает на то Чтобы я говорил о Христе И раздавал Евангелие Я не знаю, с чем это связано Но мне прям в душе такая, знаете, как Ты должен говорить о Евангелии, о Христе Все, точка Ну это правильно говорить Вот почему у вас это продается Это специальная там какая-то организация Или богатые люди издали Там, видимо, несколько миллионов Мы на днях получили 250 килограмм вот этих книг Килограммами И ни рубля не заплатили У нас оно продается в церковной Церковная лавка за храмом стоит Вот, и, ну, оно денег стоит Ну, 25 тонн не накупишь зарплату Я вот не знаю, как быть Вот, бесплатно никто же не отправляет, да? Ну, у вас Давайте вам деньги это перешли Вы мне отправите там 10-12 книжек Я вот сегодня только получил запрос Армяне, выписали мои книги То, что чек переслали Трехтомник, полное толкование Нового Завета Который я издал, по милости Божией И две симфонии На неканонические книги На житие святых Трехтомник Ивана Златоуста у вас есть? Как? Трехтомник Ивана Златоуста Три тома Не, у вас есть? Не, не, не У вас, у вас купить можно? У меня это не трехтомник Трехтомник Новый Завет мы издали Столкование Блаженного Фефилакта А 12 томов Златоуста Это специальная организация выписывает Володя сейчас купил себе Просто хотел у вас пару книг приобрести Там с зеленым Этим Оплетом Там зеленого Такая зеленая книга С зеленой обложки Мне цвет понравился И крупный шрифт Я не знаю это какая Они у меня там все одинаковый шрифт Это открытым оком у меня Ну я потом вышлю фотографию Посмотрите Ладно Посмотрю Дело в том что они одинаковым шрифтом все Тридцать томов у меня вышло По 752 странице каждый том Игнатий Тихонович А что нужно сделать для того чтобы приехать вам в Потеряевку и помогать вам? Ничего нельзя сделать потому что нельзя приехать Пока Нельзя? Нет никак Когда мы хорошо хорошо будем знать друг друга Потом я вам дам задание выполнить там на месте В течении двух часов чтобы вы должны были сделать фотографии А конечно сделаю Конечно Вы в каком городе-то? Город Ноябрьск Ааа Ноябрьск Да-да-да А то какая область? Тюменская область А Тюмени тысячи километров Ааа Вон как В Тюмени я был знаю У меня брат там был священником Ну ладно Отпустите меня Все Я буду готовиться к вашему дню Ааа Ну все Благодарю вас за беседу Игнатий Тихонович Спасибо Ни на чем не настаивайте ничего Просто молитесь Дальше будет видно Я все понял Благодарю вас Все Все Выключайте Все